А на временно оккупированных территориях Украины вторые сутки продолжается цирковое шоу Кремля, которое называют псевдореферендумами о присоединении к России. Несмотря на постоянные устрашения, украинцы не хотят участвовать в постановке московских пропагандистов. Из-за низкой явки на избирательных участках людей заставляют голосовать под дулом автоматов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал кадры, на которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам, чтобы заставить людей принять участие в псевдореферендуме. В Запорожской и Херсонской областях мужчин призывного возраста, уже получивших российские паспорта, ждет бонус от российских оккупантов в виде повестки. Ведь оккупационные власти и там уже начали мобилизацию. На захваченных территориях продолжается мародерство. В частности, в Генштабе Украины сообщают, что кадыровцы в Мелитополе захватили склад сельскохозяйственной техникой и пытаются все имущество распродать. Жители оккупированной Васильевки в Запорожской области также сообщают, что в городе уже есть задержанные, которые попытались выступить против этих псевдореферендумов. Про ситуацию в Запорожской области, что там происходит, говорим далее. Александр Старух, председатель Запорожской областной военной администрации, наш первый гость сегодня. Александр, добрый вам вечер. Да, добрый. Вот эти псевдореферендумы или, как вы это называете, информационные спецоперации, вот эти вот два дня, что происходит на оккупированной части Запорожской области? Ну, вы довольно точно описали в сюжетах то, что происходит. Людей пытаются принудить к действиям лояльности оккупационной власти. Ну, это, конечно, все смешно, когда автоматчики ходят и носят какие-то бумажки коллаборанты и предлагают людям крестики или нолики поставить какие-то. Понятно, что это все глупо выглядит, но, с другой стороны, это все части той террористической политики, которую на территории оккупированной нашей области и нашей страны проводит эта страна-террорист. У нас, чтобы было понятно, дальше продолжают людей в заложники брать на оккупированных территориях. 515 случаев уже таких, когда людей берут в заложники и дают на подвалы. Тысяча прошло через эти подвалы уже. Соответственно, это только то, что мы знаем. А сколько там изюмов у нас будет, это мы узнаем только после освобождения, к сожалению. Ну, а есть ли возможность выехать с оккупированных территорий на подконтрольную часть? Или такой возможности уже больше нет? Очень тяжело. Люди выезжают. За последние сутки выехало почти 900 человек. 150 детей из этих 900 человек. Люди выезжают, но очень тяжело. Желающих выехать на порядок больше, чем то количество, которое оккупанты пропускают через пункты пропуска и блокпосты, соответственно, по единственной дороге, к которой можно выехать. Ну, наверняка же были сооружены вот эти вот так называемые избирательные участки в области на оккупированных территориях. Вообще люди приходили туда голосовать? Или все вот это вот просто по домам ходит с этими автоматами и таким образом пытаются людей заставить, поставить галочку? Смотрите, ну там за последние несколько дней, три дня назад завезли в Мелитополе и Бердянск по 20 автобусов с Автономной Республики Крым, наших там сограждан, да, которые там уже давно в оккупации, для создания картинок определенных. Но, тем не менее, картинки создать не удается, поэтому они провозгласили, что якобы все онлайн голосование плюс обходы по квартирам, ну, с автоматчиками. Ну, мы же понимаем, что это все, ну, такое, ныкчемное, да, оно и по сути ныкчемное, нет ни законов, ни норм в нашей стране, и тем более в недофедерации российской нет закона даже про референдум, соответственно. И все, что они делают, это попытка давления и на Запад, да, чтобы сказать, смотрите, мы завтра с детдом частью России применим потом ядерное оружие, у нас это давление на людей, которые живут на территориях оккупированных, ну, и на руководство нашей страны, чтобы принудить пойти там на переговоры. Все это все прекрасно понимают, очень тут главная опасность вообще в целом, по сути, это то, что людей потом могут призывать в армию, в российскую, ну, и, соответственно, да, делать из наших сограждан пушечное мясо против их воли. Это очень большая проблема, поэтому мы призываем людей, во-первых, выезжать, а во-вторых, всеми способами как-то уныкнуть, ну, не брать участие в этом фарсе. Ну, а скажите, вот местные власти сообщают, что, например, в Васильевке есть случаи, когда за то, что люди голосуют против, их просто приходят, оккупационные войска приходят и их задерживают или арестовывают, вам что-то известно о таких случаях? Смотрите, смотрите, я, смотрите, ну, есть такое понятие, но вам журналистам хорошо известно, окно Авертона. Я бы не стал, чтобы мы играли в игру, которую нам навязывает оккупант, говоря слово референдум. В России никогда не было референдума, у них не было выборов свободных никогда. Ну, может, там, на заре независимости их на рубеже 90-х годов, 20-го века, и там, в 17-м году пару раз. Потом выборов у них свободных не было никогда, и референдума. У них референдум — это одно престарелое существо, оно встает перед зеркалом, само себя спрашивает, дает ответ, и потом реализовывает этот вопрос и ответ. Поэтому, как бы, играть на те выборы, слово употреблять, там, к этой ситуации. Какие выборы? На оккупированной территории, без законов, под дулом автомата. Это информационная спецоперация и насилие над людьми. Все. Больше ничего. Ну, вот люди, которые живут под этим насилием, под этим постоянным давлением, и теперь вот еще вот эти фейковые процессы, два дня уже, которые длятся. Какие настроения у людей? Ну, люди в оккупации уже длительное время, много выехало. Знаете, когда там говорят, вот, в Запорожской области проводят опрос там какой-то, да? На той территории, которая оккупирована, живет не более четверти населения области, ну, как там можно опрос провести в Запорожской области? Люди, выехала значительная часть жителей оккупированных территорий, значительная часть живет под давлением, но, тем не менее, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что обязанностью гражданина Украины является защищать свою страну, себя, там, своих родных и близких. Поэтому нужно в этой ситуации максимально набраться мужества, как говорится, сжать зубы и выдержать максимально, придерживаясь норм законодательства нашей страны. Александр, смотрите, ну, с этой, с подобной ситуацией мы уже сталкивались в 2014 году, абсолютно такой же кукольный процесс, который, ну, цивилизованный человек не назовет референдумом. Тем не менее, это произошло, и вот что людям ждать на нынешних оккупированных территориях после того, как все это закончится? Ведь люди в Крыму ждут уже девятый год чего-то. Какие ожидания у них должны быть? Вы очень правильно подметили и сформулировали вопрос очень правильно. Единственным способом спасти ситуацию на этих территориях является ее освобождение, восстановление суверенитета украинского государства, нашего государства над этими территориями. Поэтому люди там должны ждать и помогать. Как они помогают, спасибо им. Не будем раскрывать дальше эту историю, быть готовыми потом реализовать полностью все задачи, которые будут после освобождения, в момент освобождения стоят перед ними. А мы все должны сконцентрировать основные усилия на помощи нашим вооруженным силам, чтобы они могли как можно быстрее освободить эти территории. Другого варианта не существует на данный момент. А как вот быть с коллаборантами, которые участвуют и помогают организовать эти фейковые процессы, опять-таки так назову это? Вот СБУ уже получила список, там более 390 человек. Вот что им за это будет? Мы знаем, ну, и СБУ знает их имена. Все имена известны. Не думайте, что только там лидеров, там зачинщиков этих всех, исполнителей. Все знают полностью все. Ну, мы, точнее, знаем полностью все. У нас не только служба безопасности возбудила там десятки уголовных, сотни уголовных дел против коллаборантов по их действиям, но уже и прокуратура педозры выписывает соответствующие за те нарушения, которые по криминальному кодексу 111 статье четко определены как измена Родине. И будет ответственность полная там, которая предусмотрена этими статьями. Вбыватый никто не избирается никого, потому что нам ценен труд этих людей на восстановление разрушенного. Спасибо вам большое за информацию. Александр Старух, председатель Запорожской областной военной администрации, был нашим первым гостем. Говорили о ситуации в Запорожской области и на оккупированных ее территориях, временно оккупированных. Спасибо. Диктаторы создают рабов. Наша страна лучшая в мире. Буду верно поддерживать руководство верховного лидера товарища Ким Чен Ина. Или рабы создают диктатора. Сами оказались под пытками, а многих вообще казнили в первые часы. Так сделали с теми, кто решился протестовать. Последний день диктатора. Убейте нас вместе. Я выпустил 29 пуль тремя очередями. Он получил то, что заслужил. Путина тоже. Путь личности начал складываться постепенно. Он повторяет путь диктатора, в том числе и таких, как Чаушеско. Смотрите каждую среду в 16.30 на телеканале Freedom. Этот день мы приближали к одному. Освободи свою информационную путь. Стреляйте, россиян. Радиоактивный пепел. Освободи свой дом. Freedom. На русском тоже говорят правду. Россиянин. Протестуй. Не иди в военкомат. Объясню русским, по-русски, что происходит. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранен. Искалечен. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Россиянин. Протестуй. Не иди в военкомат. Ну а фейковое действие, которое в России щедро именует референдумом, продолжается и в Херсонской области. Избирательные участки там пустые. Но вооруженные оккупанты продолжают обходить дома и искать избирателей, которые всеми способами пытаются избежать с ними встречи. Это слова первого заместителя, председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского. И он наш следующий гость в программе. Поговорим детальнее про ситуацию на Херсонщине. Юрий, добрый вечер. Скажите, вот второй день идет референдум, так называемый. Какая ситуация в Херсоне области? Да, действительно, у нас сегодня заканчивается второй день этого шоу, этого театра абсурда. Избирательные участки, как вы абсолютно правильно сказали, они как были пустыми, так и есть. И мы рассчитывали, не рассчитывали, наблюдали, откроют ли остальные участки, которые не открылись в первый день, но были задекларированы. Никто их и не открыл. То есть людей собрать в комиссии, даже вот в то количество избирательных комиссий, которые они задекларировали, власть не смогла. Весь расчет у них на выездные комиссии, фактически это просто, знаете, передвижной балаган в сопровождении вооруженных росгвардейцев. Когда они заезжают где-то на рынки, где-то в дома, где-то во дворы, и там пытаются собрать людей, принудить их голосованию. Почему принудить? Потому что очень сложно отказаться, когда рядом стоят два автоматчика, понимаете, в каких условиях там наши люди. Фактически каждый, кто вынужден был брать этот в руки бюллетень, он находился под очень серьезным таким воздействием и принуждением психологическим. Потому что были случаи, когда их немало, когда люди отказывались брать бюллетень и сталкивались с очень жестким психологическим таким прессингом, когда им говорили, зачем ты тогда вообще здесь остался, собираешь вещи, выезжай. Ну, то есть никакой демократии речь не идет вообще. Но не забирают людей, потому что вот в Запорожской области есть случаи, когда если ты отказываешься вообще принимать этот бюллетень или ставишь галочку не там, где хотят оккупационные силы, то людей как бы уводят в неизвестном направлении. В Херсонской области есть такие случаи? Подтвержденных случаев пока, к счастью, нет. Это не значит, что таких случаев нет вообще, потому что если человека забрали, то он об этом сможет заявить, к сожалению, очень нескоро. Если его родственники сразу не обратились, публично не сделали заявление или не обратились в правоохранительные органы, то мы узнаем об этом, к сожалению, через какое-то время. Но вы же понимаете, там нет никакой тайны голосования. Внимательно смотрят, что человек в бюллетень ставит, и тот человек перед этим уже передал свой паспорт. Хотя были случаи, когда у нас там и по другим документам они бюллетени давали, а в некоторых случаях вообще просто без документа. Но в любом случае, в большинстве случаев это паспорт. И они знают паспортные данные человека, его адрес регистрации. В этой ситуации поставить там нет. Это очень смелый поступок на самом деле, но при этом очень рискованный. Потому что, естественно, такого человека они сразу возьмут на карандаш. Скажите, вот активисты движения «Желтая лента», движения «Сопротивление» сообщают о том, что для массовки Россия завезла в области людей из Крыма и Ростовской области. В некоторых селах вместо местных жителей голосуют российские военные, а людей буквально принуждают, ну, если это можно так назвать, голосовать. Есть ли еще какие-то такие вопиющие случаи, которые удалось зафиксировать на данный момент? Да, их бродячие церковые группы, которые они используют для съемок в своих сюжетах, они зафиксированы и в Херсоне. В частности, получилось идентифицировать, если не личность, то, по крайней мере, установить факт того, что люди, которые в первый день так званого референдума, они голосовали на одном участке и снимались в ролике, их сфотографировали уже на второй день на другом участке, там, где тоже шла съемка пропагандистских роликов. То есть, фактически, это одни и те же самые люди, даже в той же самой одежде. Мы прекрасно понимаем, и они прекрасно понимают, что поддержки населения наших людей, вот всему этому русскому миру нет вообще. И они понимали, что не пойдут люди на участки, и поэтому им пришлось завозить своих артистов, и им приходится сейчас с автоматчиками ездить фактически по домам, по квартирам, и людей принуждать для того, чтобы хоть какую-то картинку показать. Опять-таки, активисты движения «Сопротивление. Желтая лента» выложили в сеть имена и телефоны 12 так называемых глав избирательных комиссий. Вот херсонские коллаборанты, они же ведь не понаслышке знают, что может случиться с коллаборантами в Херсонской области. Такие случаи уже были. Вот они знают, какая ответственность их ждет за то, что они соучастники этого преступления фактически? Конечно. И поэтому большинство глав комиссий на самом деле и большинство тех людей, которые публично показали и их телеграм-каналы, урков, они это тиражируют, что они проголосовали на этом псевдореферендуме, это уже коллаборанты, которым по большому счету терять нечего. Они уже понимают, что они черту перешли, они в любом случае будут, в лучшем для них случае, задержаны, арестованы, в худшем случае, их просто люди разорвут после деоккупации прямо на улице, потому что настроение к ним жестко минусовое у людей. Большинство вот этих вот людей, это уже из коллаборантов фактически эти комиссии формировали, которым терять нечего. Потому что присоединиться к этому клубу, я не знаю, как даже назвать, людей, которые предали Украину, предали себя, предали, все предали, да. Ну, желающих на самом деле немного, так и в Сочи. Ну, кроме так называемых референдумов, а фактически попытки аннексии украинских территорий, весь мир следит еще и за процессом мобилизации. В России говорят, что мобилизация началась и на оккупированных территориях, которые временно оккупированы на территории Украины. Есть ли возможность уехать из Херсонской области? Ну, к сожалению, вот по той информации, что есть, ограничили выезд для мужчин возрастом 18-35 лет в Васильевке, разворачивают их, отправляют назад. И есть информация, что они собираются расширить барьер возрастной до 45 лет. То есть этих людей просто не выпускают. Сейчас мы эту информацию еще подтверждаем, но, к сожалению, таких сообщений очень много сейчас. Я думаю, что аналогичная ситуация и со стороны Крыма. Там меньше возможности получать информацию на том направлении, но это было бы логично. Никто не собирается этих людей наших оттуда выпускать, их собираются использовать как пушечное мясо. Понятно, что в первую очередь, конечно, эта судьба ждет тех, кто пошел и получил русский паспорт, потому что их уже и личность установлена, и данные их есть, и место жительства их есть. Я думаю, что им в первую очередь разнесут эти повестки и фактически принудительные мобилизации. Но я боюсь, что этим не ограничиться. Но смотрите, если человек получил паспорт просто для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, но совершенно не собирался воевать против Украины, вот что ему делать в таких случаях, когда в его дверь стучат и с так называемой повесткой от российских войск идти воевать против своих же украинцев? Что делать в такой ситуации? Всеми возможными способами просто избегать мобилизации. Это самое лучшее, что может сделать человек. Это поменять место жительства, стараться по возможности не пересекать уже тогда границы громады, потому что блокно-посты, я уверен, они будут фильтровать людей, которые попали в списки на мобилизацию. Точно так же на них будут охотиться, как и до этого охотились на наших активистов, на людей, которые участвуют в сопротивлении. Если же все-таки человека мобилизировали, то всеми возможными способами саботировать любые боевые задачи, которые ему ставят, и при первой же возможности сдуваться в плен ЗСУ. Я уверен, что если человека после проверки, если будет установлено, что он не хотел воевать, не хотел получать этот паспорт, был вынужден по каким-то причинам это сделать, то и вплоть до освобождения может идти речь об уголовной ответственности за эти действия. Юрий, а как вообще ситуация в области? Потому что по нашей информации на протяжении всего этого времени, ну она там буквально неконтролируемая, как неконтролируемые российские оккупационные солдаты, войска, они грабят и там, ну всякие преступления совершают немыслимые. Вот как сейчас людям живется на оккупированных территориях Херсонской области? К сожалению, наши люди живут там постоянно в атмосфере страха, постоянно в ожидании того, что случится что-то плохое, потому что и количество задержаний, количество обысков, и количество имущественных преступлений в отношении наших граждан, оно очень велико, и каждый день эта статистика, она на самом деле не меняется в лучшую сторону. Сейчас очень большое идет давление на оставшихся предпринимателей, там по любым поводам им создают какие-то проблемы, но это уже, знаете, даже идет непринуждение их к работе в рублевой зоне или принуждение к перерегистрации в российских этих псевдороссийских реестрах, которые ведет оккупационная власть, это просто уже пошел рэкет. То есть бизнес, который еще живой, с него пытаются вот с этих предпринимателей получить взятки за то, чтобы их оставили в покое. Юрий, спасибо вам большое. Юрий Соболевский о ситуации в Херсоне и Херсонской области, первый заместитель председателя Херсонского областного совета. Спасибо, до свидания. Две двухэтажки и пять частных домов повреждены в результате ракетных обстрелов в Николаевке, Донецкой области, сообщили в местной военной администрации. Этой ночью российская армия атаковала город ракетами С-300. Ракетами российская армия ударила и по Успеновке, и Анновке, там также повреждены частные дома. Курахово оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня. Утро российские военные начали с обстрелов Авдеевки. Огнем повреждено админздание, коксохимического завода, и жилые дома обошлось без погибших и раненых. А вот за прошедшие сутки в Донецкой области обстрелы армии РФ унесли жизни двух мирных жителей, еще трое получили ранения. Ну а бои продолжаются и в районе города Бахмут в Донецкой области. Там российская пехота под прикрытием своей артиллерии постоянно пытается прорвать оборону вооруженных сил Украины. Российские войска преследуют цель захватить и сам Бахмут, который почти каждый день обстреливает ракетами. Но за три месяца оккупационная армия так и не достигла желаемого результата. Среди защитников города знаменитая бригада «Холодный яр». Оттуда вернулась наш корреспондент Татьяна Наконечна. Нелетной сегодня оказалась погода для этого вражеского квадрокоптера, зависшего утром над позициями наших защитников. Это «Мавик-3». Как видите, россияне такими тоже активно пользуются. Трофей целенький, еще летает. Это заслуга Игоря. Я сразу за ним, схватил. А вы просто руками его? Да-да, я поймал его. Он завис над кустом. Смотрю, что-то жужжит. Раз и поймал его. Спал на улице. Пришлось мне залезть в блиндаж. 152-я прилетала. Грады прилетали, пару кассет. Кананада, которую ночью загнала Дмитрия в укрытие, не стихает все утро. Это был РСЗО «Град», который применяет Русская Федерация. Но наши тоже отвечают им частенько. Так что все пока хорошо. Все контролируется. С конца мая оккупационная армия пытается оттеснить украинские подразделения артиллерии и захватить Бахмут, стирая в пыль и сам город. Постоянные обстрелы ведутся каждую минуту, каждый час. Они пытаются прорваться на этом направлении. Мы максимально пытаемся держать нашу оборону. Под прикрытием тяжелого калибра по 3-4 раза в день наступает русская пехота. В настоящее время их пехота пытается выжимать нашу пехоту. На помощь своим спешат минометчики. Прилеты становятся все ближе, поэтому отработать нужно быстро. Уши! Прямо на боевой позиции командир награждает бойца с позывным «Паук». Награждается героем русско-украинской войны. А вы знали, что вам будут вручать эту награду? Нет, никто не ожидает, тем более в такое время. Это в зоне АТО. Там предупреждают. Командиру нужно будет ехать. Я вот впервые увидел ее, если честно. Это еще за оборону Ахтырки, где бригада «Холодный яр» принимала бой с первого дня войны. Наш батальон встретил в Ахтырке противника. Как раз они на стадии разгрузки отбили атаку. Отогнали их обратно. А потом пошли в наступление. Освободили тростянец. После освобождения Сумщины холодноярцы пять месяцев, несмотря на многочисленные штурмы, прорывы, отцепления и потери, держали фронт вокруг «Изюма» на Харьковщине. И вот теперь защищают горячее бахмутское направление. Здесь они больше применяют ракеты, авиацию. Особенно ракетные удары очень тяжело приходят по Бахмуту. На своем третьем за полгода фронте холодноярцы убедились, что непобедимость русской армии – это лишь миф. Она хотела показать, что она – вторая армия мира. А оказалось, что это мыльный пузырь. Татьяна Наконечная, Захар Комах в рамках марафона на канале «Фридом». В Мариуполе людей стягивают на псевдо-референдум, угрожая увольнениями и потерей зарплаты, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Людей ждут на работе. Мобильные бригады с простым условием – голосуешь или теряешь работу и зарплату. Только посмотрите, как мариупольцев собирают для подписи фейковых бюллетеней. Выходим на голосование! Референдум! Не выходит? Да вот, видите, просто вчера выглядел уже. Вот, женщина. Вы проголосовали вчера, да? А, уже сегодня? Ну а мы продолжаем обсуждать информационную спецоперацию Кремля, которую в России именуют референдумом. И сейчас поговорим о ситуации в оккупированном Мариуполе. Петр Андрющенко, советник мэра города, с нами на прямой связи. Петр, добрый вечер. Скажите, оккупационные власти срочно искали людей для того, чтобы все это организовать? Предлагали же щедрую зарплату в 100 тысяч рублей. Удалось ли кого-то найти? Ну, как мы видим, удалось. Нашли людей, нашли. Не можем сказать, что в достаточном количестве так, как планировали. Но, в принципе, для организации этой постановки достаточно смешной. Если бы не было так грустно, но люди есть. Есть люди те, которые действительно когда-то работали на выборах, еще во времена Украины. И остальных добирали по принципу, кого попало, лишь бы закрыть вакансию. А где вообще проводят это, сложно назвать это словом, голосование? Потому что Мариуполь там разрушен практически полностью. Где устроены эти так называемые избирательные участки? Да где только не устроено. Ну, во-первых, в школах, в которых немного осталось целых, там, где не водили детей. Во-вторых, в части детских садиков то же самое, которое удалось запустить. Есть избирательные участки в магазинах. Есть избирательные участки в кафе. А есть избирательные участки, если помните, они устанавливали мобильные души и бани по городу. Теперь из них достали оборудование. Палатки используют, устанавливают по городу. Теперь это уже не помывочные, как говорили россияне. Теперь это избирательные участки. Ну, наиболее распространенная практика – это хождение по дворам, отлов людей на улицах, загон в парках, ну и так далее. Ну и самое эффективное, поскольку там вчера был большой скандал связанный с нашими коллаборантами, получали, не нагоняя своих российских кураторов от Донецки, что слишком маленькая явка мариупольцев. И в итоге просто пошли самым простым путем. Сегодня с утра во всех местах, где собираются люди на работу, это у подрядчиков ремонтная работа, там коммунальные предприятия по уборке, разбор завалов на комбинате Ильича. Там их всех ждали. Вот такие вот мобильные бригады с автоматчиками. Очень быстро людям объяснили, что если они либо не голосуют, либо они теряют работу и заработок, причем не только здесь. В принципе, там какие-то черные списки по работе в Мариуполе. Ну, естественно, явка резко увеличилась вот таким путем. Поэтому шоу продолжается. Ну, скажите, мы помним все эти страшные кадры конца февраля и начала весны этого года, когда колоннами тысячи людей выезжали из города. Вообще, сколько в городе осталось людей? Сколько было населения до войны, если мы говорим о явке? И сколько там проживают людей сейчас? Ну, если говорить о явке языком выборов, то в городе 363 тысячи избирателей проживало до войны по состоянию, но последние местные выборы 2020 года. На сегодняшний день в городе проживает порядка 130 тысяч людей, в принципе, не избирателей. Из них, мы так подозреваем, что избирательно под категорию избирателей попадает порядка 90 тысяч людей. Где-то вот такая вот категория. То есть уменьшилось почти в четыре раза по сути количества людей. Но опять же, не забываем, что голосования идут на территории России, и вообще какой-то оксимор. Ну, и в принципе, вся эта постановка не то, что не имеет ничего общего с волеизъявлением человека, она по сути и есть тем, чем и как выглядит. То есть это шоу, прикрытие, уже подзаготовленный результат, который есть. Мы предполагаем, и на основе, в том числе, той информации, которую получаем из города, что покажут явку на уровне 87%, покажут примерно в таком же составе, что столько людей проголосовало за вхождение Мариуполя, в частности, в состав России. Остальные окажутся проголосовавшие за то, чтобы ДНР осталась независимой. Ну, небольшая часть испорченных бюллетеней, конечно, будет присутствовать для красоты мыслей. И в целом озвучат цифру проголосовавших и мариупольцев на уровне 180-190 тысяч. Поэтому мы вполне готовы к такому результату. Мы его ожидали, мы знаем, откуда он берется. Не новость будет. Вот украинские власти одним из вариантов, чтобы людям избежать голосования этого по принуждению, и в принципе, это уехать. И речь даже уже идет не только, чтобы выехать, например, из оккупированного Мариуполя на подконтрольную Украине территорию, а хотя бы переместиться, возможно, в какие-то села там рядом, где не найдут. Вот как вообще стоит ситуация с выездом из Мариуполя? Можно выехать сейчас и покинуть вообще? В ближайшие населенные пункты, скажем тогда, в Мариупольский район, на Азовский район, можно поехать спрятаться. Собственно, я вам скажу больше, что сегодня, мы знаем, большое количество мариупольцев именно так и поступило. Народ разъезжается, разъезжается, знают, где можно спрятаться, в своих дачах, пансионатах и так далее. Потому что желание участвовать и нести ответственность и жить потом с этим, как бы ни у кого нет. Посмотрим, как будет дальше. Пытаться вылавливать и по Мариупольскому району. Безусловно, эту тенденцию они увидят. Но здесь, опять же, приложение сил и результатов. Не столько нужен результат с точки зрения, чтобы каждый проголосовал. Сколько нужно создать картинку. Худо-бедно. Картинку мы видим. Для них ее хватит, потому что даже с супернизкой явкой пропагандисты целый день пытаются что-то сегодня снять. Очереди больше, чем 10-15 человек в эту помывочную избирательный участок у них снять не получается. Но, тем не менее, широкий угол, оптические иллюзии, как правильно работать с камерой, все это мы знаем. Сказки звучат, поэтому я не думаю, что наших людей будут разыскивать по их схованкам. Но вот на подконтрольную Украине территорию выехать можно из Мариуполя или нет? За нашей информацией на сегодняшний день практически нет. Примерно с понедельника, начиналось с субботы, очень сильное усиление режима в городе Мариуполе. И фактически остановлен. Комендатура на выезде из области требует опять пропуска, который якобы отменили местами. Всяческие препятствия к выезду. Плюс, за нашей информацией, Васильевка там не сильно пропускает сейчас. То есть, в принципе, то, о чем мы говорили давно уже, что как только подойдет к вопросу псевдореферендума, начнется блокирование максимально выезда на подконтрольную Украине территорию. Ну, собственно, то, что мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем. Петр, скажите, ну, картинку можно как создать, так и испортить. Вот я знаю, что многие мариупольцы сегодня собирались в разных точках Украины выходить с акциями протеста для того, чтобы продемонстрировать, что Мариуполь против этого шоу, которое в России называют референдумами. Выходили ли сегодня люди? Сколько их было? Что вам об этом известно? Буквально очень коротко, если можно. Спасибо. Выходили во всех городах, где находятся муниципальные центры ЯМариуполь, поддержки мариупольцев, везде вышли. Речь идет, в принципе, в конечном итоге о тысячах мариупольцев, сотнях и тысячах, в том числе мариупольцев и по миру. В Швейцарии наша школа, наши дети находятся централизованно на обслуживании. Там они вышли, по другим городам и странам. То есть это достаточно максимальное явление было, цель которого была показать, что, во-первых, нас большинство, тех, кто эвакуировался с города. И наше мнение, оно безусловное, незыбленное, что Мариуполь был, есть и навсегда останется в Украине. Это правда. Спасибо вам большое. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, был нашим гостем. Говорили о ситуации в оккупированном Мариуполе и как там проходит это псевдо-шоу, которое россияне увеличают референдумом. Спасибо. Всего доброго. Пытали током, избивали дубинками и душили. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали нашим журналистам о пытках, которые к ним применяли россияне во время оккупации Балаклеи. В плену российских военных побывало семеро украинских спасателей. Они показали журналистам, где россияне пытали просто за то, что украинцы не изменили присяги. Камера полтора на три метра в бутылках моча. На стене нацарапан отче наш. Здесь, в Балаклейском участке полиции, молились даже те, кто не верил в Бога, рассказывает Александр. Вот здесь я спал на полу. Именно здесь нас постоянно было по 6-7 человек. Александра Лободу, инспектора службы по чрезвычайным ситуациям, оккупанты забрали в камеру пыток прямо с рабочего места. В плену он пробыл 13 дней. Приехали сюда оккупанты, надели на голову пакет, замотали скотчем, надели наручники и повезли в райотдел полиции. Колонны российской техники зашли в Балаклею 2 марта. Через несколько дней оккупанты посетили пожарную часть, рассказывают спасатели. Содрали сине-желтые флаги и гербы. Под дулом автомата приказали снять наклейки на форме, забрали две спецмашины и велели работать как прежде. Разбирать завалы, тушить пожары. Надзирателем поставили чеченца. А в августе начались массовые чистки. Арестовали радиотелефонистку Ольгу. До этого взяли в плен ее мужа. За проукраинскую позицию соседей написали заявление и попали в плен. Он 40 дней просидел в нечеловеческих условиях. Тогда они мне в тюрьме рассказывали, нам здесь нужны люди, которые к нам лояльны. Один за другим палачи бросали спасателей в тюрьму, как мужчин, так и женщин. Одна из арестанток – комендант пожарной части Альбина Стрелец. Она пробыла в плену россиян 17 дней. Поставили, снимали наручники и один какой-то из орков сказал, ну все, считай, что ты для всех потеряна. Вот в этой камере оккупанты держали до девяти женщин одновременно. Называли ее ВИП. Ведь в отличие от мужских, тут был туалет, вода и окно. Электричества не было. Кормили макаронами. Спать приходилось на матрасах, брошенных на пол. За всеми арестантами круглосуточно следили, используя видеокамеры, которые установили оккупанты. Один из палачей в черной маске, в капюшоне, каждую ночь приходил с допросами в женскую камеру. Пребывание в плену отразилось на здоровье Альбины тяжелыми последствиями, о которых женщина не хочет говорить публично. Потому что я за Украину. Потому что я не хотела жить в Российской Федерации и не собиралась. Я всегда это говорила на протяжении полугода, пока я была в оккупации здесь. Этажом выше камера пыток, где круглосуточно подвергали пыткам пленных, вспоминает Альбина. Альбина слышала, как пытали ее коллегу и сокамерниц. Это был настоящий ад. Это были грубовые изнасилования, это было избиение, это был ток, шокеры, пистолет в рот, раздевание. Я лично слышала, как забивали до смерти на допросе, спускали. А одного допрашивали очень долго, и потом вот сюда вывели и просто пустили кулю ему в лоб. На подоконнике куча мешков. Их надевали на голову, когда дважды в сутки выводили в туалет, вспоминает Александр. Был и специальный шлем для допросов. Надели на голову вот так, человек ничего не видел. Александр показывает, где его допрашивали кавказцы. В стене дыры от пули, здесь и провода, которыми пытали людей током. Единственное, что требовали, лояльности к оккупационным властям. Эти провода вот так надевали на пальцы, крутили динамо-машину и током били людей. Все побывавшие в плену россиян спасатели остались в живых, их отпустили из тюрьмы. Дали 10 минут на сборы и предупредили за возвращение в город смерть. После жестоких пыток, выживших и не подчинившихся россиянам, оккупанты вывозили за пределы Балаклея и выбрасывали за блокпостом. Они это называли экстрадицией с территории Российской Федерации. За время полномасштабной войны только через эту пытку могли пройти около 300 человек, говорит главный следователь области Сергей Болвинов. А когда вооруженные силы Украины освобождали Балаклею, оккупантов отсюда как ветром сдуло, а люди остались закрытыми в камерах. Когда они вышли, бросили людей на произвол. Люди выбили окно. Самый маленький человек вылез из него и открыл всех остальных. Так люди и спаслись. Некоторым спасателям удалось эвакуироваться во время оккупации самостоятельно. Один из них погиб во время обстрелов, еще один был ранен. Над пожарной частью снова развивается государственный флаг. А спасатели утверждают, плен их только закалил. Они остались верными присяге и украинскому народу. В том, что Россия проведет незаконные референдумы на оккупированных ней украинских территориях и нарисует нужные ей цифры, сомнений нет. Вопрос, что Кремлю за это будет? США, ЕС и весь цивилизованный мир псевдоголосование не признают. Об этом уже заявили. Но пойдут ли дальше, сделав выводы после Крыма? Будут ли новые санкции и ограничения против Российской Федерации? И какой план действий рассматривает Украина? Денис Малюсько, министр юстиции Украины, наш следующий гость. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вот эти фейковые голосования, референдумы, мы уже не знаем просто как это называть все. Какие международные нормы они нарушают и какие юридические последствия могут иметь? Здесь даже вопрос, я бы даже сказал, сложный, поскольку сложно сказать, чему они вообще соответствуют. В любом случае я бы даже не рассматривал и не пытался анализировать так называемые референдумы с юридической точки зрения, потому что никакого основания, процедуры, либо чего-либо еще связанного с правом они не имеют и иметь не могут. Даже немного более цивилизованные крымские так называемые референдумы, которые не проходили во время активных боевых действий, то однозначно и прямо были отвергнуты мировым сообществом и тоже реально даже юристами адекватно не анализировались, потому что они тоже не имеют ничего общего с выборами, референдумами и вообще волеизъявлением народа. Поэтому тут точно не стоит говорить о любых каких-либо даже возможных теоретических нормах или их нарушениях. Это точно просто театрализованное действие, ничего не имеющее с юриспруденцией общего. А как Украина? Что будет делать? Они закончатся. Есть информация уже о том, что 30 сентября Путин якобы собирается выступить с обращением к народу и объявить, что референдумы закончены и результат их. Что Украина будет делать дальше? Тут есть два аспекта. Во-первых, безусловно, мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы подтолкнуть их к реакции и увеличению санкционного давления на Российскую Федерацию. Это однозначно будет хорошим поводом и рычагом для того, чтобы давление увеличить. С нашей же стороны мы пребываем в активной фазе войны, полноценной, широкомасштабной. И если убийца и насильник по дороге мусора не туда выбросил, вряд ли это сильно изменит его картину или наши к нему отношения. Поэтому референдум — это еще одна картинка того, что из себя представляет Российская Федерация, как она себя ведет, но особо не дополняет рычагов воздействия, которые мы могли бы как-либо на них повлиять. Мы и так применяем все возможные инструменты внутри Украины. Речь идет в первую очередь о том, что, возможно, это будет стимулом, чтобы санкционное давление было увеличено. Тут еще другой вопрос, опять-таки. Очевидно, что это нельзя анализировать и реагировать на референдумы изолированно. Очевидно, что это большая стратегия, или, вернее, это лишь маленькие пазлы из большей картинки, когда РФ поняла, что с тем инструментом, которым они воевали до этого, и с идеологией, которую они пытались применять. То есть, например, то, что это было... Ну, по сути, всем понятно, даже россиянам оболваненным пропагандой, что речь шла о колониальной войне, где они решили восстанавливать империю и завевать себе побольше земель. Несмотря на демагогию, но, в принципе, суть была понятна. Понятно, что с такой идеологией далеко не уйдешь и много не повоюешь. Собственно говоря, и не столкнулись с этой проблемой, что надо как-то восстановить более ярко и красиво. Поэтому пропаганда, очевидно, будет разгонять внутри страны историю о том, что это опять русские земли, их надо защищать и пытаться как-то перепрограммировать то, как эта война воспринимается оболваненной публикой. То есть, по сути, что мы имеем, это то, что так называемые референдумы — это исключительно действия для внутренней аудитории с внутренним расчетом, исключительно коммуникационным, но никак не юридическим или каким-то международным. С другой стороны, наглость такого поведения тоже очевидна для наших партнеров и для некоторых еще больше раскроет глаза на то, как себя ведет Российская Федерация с возможным экстраполированием таких же вариантов поведения и на другие страны, в том числе Евросоюза. Поэтому, наверное, все-таки санкции будут применены дополнительно за эти выходки россиян на оккупированных территориях. Денис, смотрите, ну вот вы говорите о санкциях. Я говорю о том, что эта картинка уж очень сильно напоминает то, что происходило в 2014 году весной в Крыму. Тогда тоже была реакция международных партнеров Украины. Запад также реагировал. Мы слышали о пресловутой обеспокоенности. Были различные резолюции различных европейских институтов. Какую реакцию, кроме санкционной, Украина ожидает сейчас? Что можно сделать юридически еще дополнительно к санкциям? Ведь Путин откровенно над ними смеется. Ну и санкции — это такой вагон, который идет в две стороны, двухстороннее движение, которое вредит как Западу, так и России. Не совсем эффективный инструмент, как показала история на примере Украины. Ну, я бы не сравнивал, вернее, не проводил полные аналогии с ситуацией 2014 года, потому что ситуации радикально отличаются. И как поведению России, и как поведение наших западных партнеров. Что касается России, то Крым — это был частью гибридной войны, где они утруждали себя изобретением поводов разнообразных и казус Белли для того, чтобы запускать и вооруженные силы, и каким-то образом создавать какую-то картинку для определенных стран за рубежом. Типа «это не мы, нас там не было» и прочие шаблоны пропаганды и мифологии Российской Федерации. Здесь они даже не утруждали себя даже этим. Просто Путин сказал, они решили и начали атаковать. Даже не придумывая того, что от них ожидали, что они будут какую-то провокационную операцию под чужим флагом сделать или еще что-то. Они решили нагло, тупо идти вперед. И получили соответствующую реакцию от западных партнеров, которые тоже от такой наглости и хамства много кто не ожидал. Поэтому реакция совершенно другая. Степень санкций совершенно тоже иная. И плюс, что касается юридической плоскости, опять-таки мы юристы, мы работаем без, скажем так, физического насилия. Если идет война, то наша работа сконцентрирована там, где войны нету или там, где война закончена. Больше всего мы, наиболее всего, эффективны. И в этом случае это зарубежные страны. Потому что сейчас, над чем, что у нас проблематично, мы пытаемся отобрать у России их активы за рубежом. Их много, это сотни миллиардов долларов. И переговорный процесс идет, вроде как идет более-менее оптимистично, но хотелось бы быстрее и эффективнее. Деньги нам нужны. Очень нужны. Не только на восстановление государства после войны, но и на саму войну и поддержание экономики во время войны. И это тот шаг, референдумы, так называемые, и действия Российской Федерации, тот шаг, который, как это ни странно, но пойдет нам в плюс. Потому что больно нам от этого театрализированного шоу на оккупированных территориях не будет. А плюс переговора, что смотрите, ну они же сами с ума сошлись, не ведут, что творят, и нам надо как-то на это реагировать. И вот возможный инструмент. Это нам сыграет в плюс в таких переговорах и ускорит, скорее всего, передачу русских активов, которые находятся на Западе, в те механизмы, о которых мы просим. Это компенсационные механизмы, прямая поддержка Украины, выплата, компенсации, репарации пострадалым гражданам и юрлицам бизнесу. Поэтому тут весь набор санкций, последствий мы, безусловно, применим. Более только играющая игра, это уже после победы. Перебью вас, это речь идет о вот этих 300 миллиардов долларов замороженных золотовалютных резервов? Ну вот я по сумме сказать не скажу, потому что это чуть больше как шкуру неубитого медведя делить. Приблизительно да, наверное. Но на самом деле четкую сумму вам никто не скажет, потому что ее нету, наверное, человека одного, который бы эту сумму узнал. Разные страны, разные правительства видят разную картинку и разные подсчеты. Мы со всеми разговариваем, пытаемся собрать калькуляцию вместе. Точно речь идет о сотнях миллиардов. Сколько это будет? Будет 300, будет больше, будет меньше? Точно скажу. Но речь, да, приблизительно может быть о таких суммах. А вот эти вот псевдореферендумы, они могут стать решающим аргументом для того, чтобы мир наконец-то признал Россию страной-спонсором терроризма? Я, честно говоря, сомневаюсь. Ну потому что референдум, псевдореферендум, это псевдореферендум. Мне сложно сказать, что могло бы быть ужаснее кадров убитых людей, людей, над которыми издевались, и что вытворяли русские на оккупированных территориях. Мне кажется, этот аргумент, который сложно чем-то будет перебить еще больше. Государство-спонсор терроризма, это, по крайней мере, у нас, наверное, пока что вообще не с Соединенными Штатами Америки, главное препятствие не то, является ли РФ террористом, спонсором терроризма или там мировым злом. Тут мы на одной странице полностью. Речь идет о дискуссии даже не о том, заслуживают ли они этого статуса, однозначно заслуживают. Вопрос о последствиях. У нас немножко отличается оценка того, что должно и что кому, скажем так. Какие последствия будут такого статуса признания, мы считаем, что они нужные, правильные и позитивные. США пока что в этом публично сомневаются, по крайней мере, заявляют такую позицию. Поэтому дискуссии продолжаются не в контексте, есть ли основания, а больше в контексте, насколько правильно было бы эти последствия запускать сейчас. Вы говорите об ответственности государства, и это в принципе правильно, но давайте поговорим еще об ответственности персональной. Есть люди, которые на местах конкретно занимаются тем, что все это организовывают. Есть российские силовики, чьи имена уже установили украинские власти. Как они будут преследоваться? Что будет дальше? Будут ли эти данные использоваться, я не знаю, в международных трибуналах, либо это будут какие-то судебные процессы на территории Украины? Безусловно. Вообще мы применяем весь перечень действий, о которых вы сейчас упомянули. У нас есть и огромное количество уголовных процессов, огромное количество списков лиц, которые занимаются незаконной деятельностью на нашей территории, которые мы передаем нашим западным партнерам с целью их реагирования на таких лиц и возможного их задержания за рубежом. Тех лиц, которые попадают к нам в руки в результате военных действий, мы также применяем к ним все процессуальные полномочия, которые есть у украинских правоохранительных органов, вопрос чуть-чуть в другой плоскости. Опять-таки, как я и говорил, юриспруденция работает в более-менее спокойной обстановке. То есть, когда у нас или война закончена, тогда все получат по своим заслугам, или же когда у нас обвиняемые находятся вне зоны боевых действий, например, на контролируемой украиной территории. Мы тогда, безусловно, со всей жесткостью закона реагируем и будем реагировать дальше. Дальше речь о массовом попадании тысяч русских, которые занимались незаконной деятельностью на территории Украины, в том числе помогали агрессии. Это речь, наверное, о будущем. И сейчас мы с западными партнерами делаем большой акцент на собирании доказательной базы и информации о том, кто что делал. Дальше это ухнется практически всем, кто задействован был и в псевдореферендумах, и в других действиях. И это касается только русских граждан. Там есть и граждане Украины, которые подпадают под действие статьи 111 Прим. Уголовного кодекса. Им тоже будет не сладко после окончания войны, либо после того, как они попадут к нам. Услышали вас. Спасибо вам большое. Денис Малюська, министр юстиции Украины, был нашим гостем. Говорили о том, что ждет. Какие санкции, ограничения и правовое наказание после того, как она проведет эти незаконные псевдореферендумы. Спасибо.